Алла Александровна педагог начальных классов средней образовательной школы 48. Уже 1 июня вместе с коллегами она встретит 60 ребят, которые будут отдыхать в летнем пришкольном лагере. Признается, были сомнения, но чтобы обезопасить себя и детей, решила вакцинироваться. Тем более, что пройти процедуру можно на рабочем месте. И, конечно же, хочется хранить здоровье детей, которых мы учим, которые приходят в школу. Ну и, в первую очередь, от нашего здоровья зависит здоровье их. Вакцинация – это надежный способ сделать отдых ребят комфортным и безопасным. Желающих привиться от COVID-19 оказалось достаточно. 14 сотрудников лагеря получили первый компонент вакцины, не выходя из школы. Теперь ожидается поступление второй части, как и положено, через 21 день. В качестве компонента прививания на выбор привезли EpiVac Corona и Sputnik V. Вакцинация от коронавирусной инфекции – это наше главное звено специфической профилактики. Она поможет нам остановить эту пандемию. Поэтому мы стараемся максимальное количество людей вакцинировать, особенно людей, которые будут заниматься с детьми в оздоровительном лагере. Детский отдых в 48-й школе будет организован с соблюдением всех санитарных требований. К смене готовились основательно. Специальные средства дезинфекции – салфетки, рециркуляторы. На этот раз при подготовке уделили внимание не только творческому воспитательному процессу, но и формированию безопасной для здоровья отдыхающих среды. В соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора в лагере будут соблюдаться все рекомендации. Это и масочный режим, и режим проветривания, и режим рециркуляции воздуха, и режим правильного питания в столовой, плюс полное медицинское обследование всех сотрудников лагеря. В этом году учреждения должны быть заполнены на 75%. Обязательно наличие антисептиков и дозаторов. Санобработка помещений будет проходить по графику ежедневно несколько раз в сутки. Если во время пребывания в лагере отдыхающего методом ПЦР будет обнаружен положительный тест на ковид, то все дети в оздоровительном учреждении окажутся под обязательным наблюдением. Алина Тихонова, Юрий Ломатов, Уллправда ТВ.